Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог в 2 часа ночи. Как вы видите, обычно я утром начинаю новые влоги, но мне что-то не спится. И мне хочется что-то поделать, и я решила сделать перестановку в квартире. Я тот самый сосед, который в 3 часа ночи двигает мебель. Сейчас я это буду делать. Я вам показываю всё натурально, всё как есть, то есть не делаю порядок специально. В общем, что я хочу сделать? Я хочу этот стол, на котором я обычно снимаю для вас мукбанки, переставить вот в этот угол и сделать там для себя рабочее пространство. Хотя мне занавески будут мешать, но я могу их снять или вот сюда. Короче, сейчас что-то буду делать. Мама спит, время 3 часа ночи. Нет, я всё-таки вру, время 2 часа ночи. Так что время ещё есть, давайте делать перестановку. В общем, из этой комнаты я хочу сделать кабинет. Кабинет для себя. И для этих целей, пожалуй, мне надо освободить вот здесь местечко. Здесь как раз и будет стол. Будет очень удобно, отсюда будет падать свет. И днём, например, я могу без искусного освещения рисовать свои бумажные сюрпризы. Ну что, ты мне поможешь, дурачок, который сливается с ковриком? Стол у меня уже на месте. Правда, меня спалила мама. Ну да ладно. В общем, такой огромный стол. Как раз здесь поместится просто всё. Супер. Ну что, вот такое огромное рабочее пространство у меня получилось. Посмотрите, какой большой стол. Здесь помещается абсолютно всё. Начиная от влажных салфеток, заканчивая чаёчком, кофеёчком. Ну, в общем, очень удобно. А самый главный плюс это окно. Из окна будет падать свет прямо сюда. И днём мне нужно будет включать искусственное освещение, как я делаю обычно. Это огромный плюс. Поэтому вот так сейчас сяду рисовать. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Я сделала перестановку в той комнате. Кое-что ещё не доделала. Буду доделывать сегодня. И покажу обязательно вам. Что касается сегодняшнего дня, я хочу увидеться сегодня со своей подружкой. Дело в том, что у меня скоро заканчивается время вакцинации. То есть в конце марта я уже не смогу никуда пойти. У меня буквально 10 дней. И эти 10 дней я хочу провести интересно. Вчера, например, ходили с парнем. А позавчера с другой подругой. И, в общем, я все эти дни стараюсь побольше гулять, ходить по заведениям. Там, не знаю, по молам. Потому что буквально через 20 дней меня уже никуда не пустят. Поэтому надо пользоваться моментом. Делать третью вакцинацию или нет, я не знаю. Я всё-таки надеюсь, пожалуйста, господи, отмени эти все меры, чтобы нам не пришлось делать третью вакцинацию. Я на это надеюсь, что это всё отменят. Но если вдруг не отменят, чтобы не было настолько обидно, хотя бы за этот промежуток времени надо походить по магазинам. Возможно, что-то себе куплю из одежды. Ну, в общем, посмотрим. И, конечно же, Айка опаздывает. Подружка уже мне пишет. А мне сейчас со скоростью света надо делать макияж, укладываться, высушить голову, одеться и бежать. У человека, у которого 20 пар джинсов, а я ношу всё одно и то же. Вот эти джинсы Шейн, мне они безумно нравятся. Очень нравится, как они сидят. В общем, и фасончик, и всё меня устраивает. Поэтому сегодня, наверное, буду в них. Опять надела это боди. Джинсы, правда, болтаются. Сюда бы ремешок. Но у меня нет хорошего ремня. Надо заказать как-нибудь. Я теперь с другой шапкой. Она тоже ещё хуже, чем прежняя. Ну да ладно. В общем, сейчас мне надо пойти к моему дворному брату и забрать свою карточку зарплатную. Потому что она у мамы, а мама у них. Вот. Вот у меня есть Apple Pay, и он работает. Но дело в том, что именно с этой карточкой есть какая-то проблема. Почему-то Apple Pay не работает. А деньги у меня именно на этой карточке. Каждый раз говорю себе, что надо позвонить в банк, уточнить, решить эту проблему. Но пока жареный петух не клюнет в одно место, эту проблему решать не хочется. Вышла от них, и только сейчас поняла, блин, надо было вам показать, какой у них результат получается. Они сейчас жидкие обои клеят. И, в принципе, смотрится всё очень даже ничего. Просто это кажется намного сложнее, чем кажется. Сегодня воскресенье, и в Моле очень много народу. Все пришли на шопинг. Скоро 8 марта. Все присматривают какие-то презенты. Зашли в Нью-Йоркер. Вот здесь вот такие вот кофты. Или, как правильно, рубашки такие плотненькие на весну. И покажу вам свой лук. Меня увидела жена брата и говорит, ужас, как ты выглядишь. В общем, мне надо обязательно какую-то верхнюю одежду что-то придумать. Но никак не могу подобрать ничего, то, что мне действительно нравится. А что не нравится, покупать не хочу. Вот такие кроссовки есть в Нью-Йоркере. За 54 моната. Наверное, мне не нравится вот эта вот часть. Слишком такая толстенькая и не под всё. Не люблю такие. Вот стоят самые обычные платьишки. Точнее, висят. Стоят они 44 моната. Хотя точно такие на шейн можно купить за 10 долларов, например. А такие домашние брючки с поцелуйчиками я бы взяла. Очень даже ничего. Девчонки, кто живёт у Баку, вам на заметку. Вот такие кофты сейчас на скидке стоят 15 монат. Но это потому, что сезон заканчивается. Вот такие тоже. Вот этот пиджак ничего так смотрится неплохо. Он на скидке 44 моната стоит. Но у меня такой же есть уже. Я купила шейн ещё в прошлом году. Знаете, я хотела бы померить вот эти вот брюки розовые. Они очень классного качества. Стоят 64 монат. Но там просто огромная очередь у раздевалки. Там просто полчаса надо ждать, пока дойдёт твоя очередь. Поэтому не хочу терять время. Наверное, приду как-то в другой раз. Вот такие крутые кардиганы. На скидке 35 монат стоят. Очень хорошего качества. Думаю, может взять. Камера, к сожалению, немножко искажает изображение. Здесь цвет немножко понасыщеннее. Я вот не знаю, взять такой жёлтый или взять фиолетовый. Вот сейчас вот верно. Такой фиолетовый есть, жёлтый. Есть такой белый. Но я бы взяла бежевый. Но бежевого нет. Я вот не знаю брать. Потому что жёлтый очень трудно с чем-то сочетать. Я кое-что купила. Дома вам обязательно покажу. Может быть, здесь даже будет возможность. Здесь куда-то сядем. Тоже обязательно вам покажу. Новая коллекция я вроде нигде не заметила. Или, может быть, где-то и есть новая коллекция. Народная заклина. Всё на скидках, всё перемешано. В общем, это нечто. Мне не советую сейчас идти на шопинг. Лучше идите девятым. Очень много людей. Очень много. Бедные кассиры. И он сказал... Кассир мне сказал, что... Кассир мне сказал, что оплатить карточкой не получится. У меня какие-то проблемы. Когда я уходила, он сказал, подождите, давайте попробуем. Если не получится, то уж тогда уйдёте. Вот. И получилось. Поэтому я купила кое-что интересное. Жду подружку. Посмотрите, ни одного просто свободного места нету. Негде сесть. Мы уже полчаса ищем, куда бы сесть. Сколько здесь народа. Вы просто посмотрите. Уже люди не знают, куда сесть. И у нас дохрена таких молок. Почему вам не сидеть за домом, ребята? В общем, тут я присмотрела три сумочки. Они безумно качественные. Очень красивые. Вот так вот они выглядят. Это розовое. Это фиолетовое. Мне оно тоже очень нравится. И ещё мне нравится этот вариант. Я не знаю, какую из них взять. Кинула парня. Он говорит, я оплачу. Когда он говорит, я оплачу, мне хочется взять все три. Вот. Так. Ещё есть варианты вот таких сумочек. Блин, фокус. Почему нет фокуса? Короче, в целом в Моле не было ни одного свободного места. Мы ходили, искали, искали. А потом решили просто заглянуть в Макдональдс, который находится недалеко. Приступаем. Шелли, налетай. Самое главное сняли. Сметим. Не знаю, как вам, но мне больше нравится кушать дом. Короче, сидим мы здесь с Шелли. Подходят ко мне и фотографируют. За соседним столиком сидит другая компания. Так смотрят странно на меня. Интересно, что все подходят с ней и фотографируют. Что это вообще, кто такая? Что у них прямо на лице это написано? Это всё. Кто это вообще? В общем, они не в теме. Мы с вами в жратве. Покушали, обсудили всё. Шелли мне говорит, надо открывать бизнес. Да. У неё даже есть очень хорошая идея. Открыть место, где можно делать лазерную эпиляцию. Купить аппарат лазера. Пиарить у себя на канале. И заниматься этим. Вообще, нам права, что в какой-то момент нужно уже начинать заниматься каким-то бизнесом. Но я не человек бизнеса. Мне кажется, что у меня не получится и мне страшно. Вот. Я уже на месте. Сейчас вам покажу. Это жидкие обои. Очень красиво. Вот так вот. Махровая поверхность. Но очень сложно их наклеивать или как размазывать по стенам. Здесь уже обычные обои приклеили. Это у меня брат вот здесь делает. Вообще, мастер у нас на все руки. Классно вообще получается. Между делом хочу вам показать то, что я купила сегодня в моле. Вот такой вот кардикан. Жёлтый. Он недорогой. На скидке получилось 35 монат всего. Вот. И причём там не проходила карточка. Что-то было с терминалом. И мне так понравился кассир. Он такой, подождите, давайте попробуем на этом. Давайте попробуем на том. Несмотря на то, что там была очередь, видно, что даже кассир заинтересован в продаже. И это большой прям плюс. Мне это в Азербайджане очень нравится. То есть, не то, что не хочешь покупать, пошёл ты нахер. Да? Не так. В общем, вот так вот. Я думаю, вот весной под какие-то платьишко сверху вот такой жакетик. Камера слегка искажает изображение. На самом деле кардикан ярко-жёлтого цвета. И вот ценник. Получается 35 монат. Не знаю изначально, сколько он стоил. Но за 35 нормально. Я думаю, как раз на весну, уже когда без куртки будем ходить, вот в таком же акетике, можно в каком-то платье или даже в этих джинсах. Сверху какая-то маечка и кардикан. Когда жалко, когда жалко, когда жарко, взяли, сняли. Когда не жарко, в этом кардикане и вязкость здесь офигенная. Так что вот так. Я купила всё-таки эту сумку от Aldo. Это, как я поняла, турецкий бренд. У них там бутик и обалденные просто сумочки. Что я сделала? Я отправила две сумки своему парню и спросила у него, какую мне взять. Он сказал, давай я тебе скину и ты купишь. Скину тебе денежку. И типа я тебе купила эту сумочку. Выглядит сумка вот так. Просто не передать, насколько она качественная, насколько она круто сделана. Вот здесь была такая плёночка. Её я уже отклеила, когда мы в Макдональдсе сидели. И вот такой вот очень-очень тяжёлый ремешок. Сумка держит форму, несмотря на то, что она пустая. Внутри сумочка выглядит вот так. Я люблю, когда есть замочек, есть отделение. В общем, супер сумочка. Надо её распаковать вот здесь. Аккуратненько как-то отодрать. А у тебя ножнички есть, Калитар? А, всё, 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 всё я сделала. Всё-таки видео не передаёт полного качества сумки. Обалденная сумочка. Всё, буду носить летом. Это новая коллекция. Там на скидках были классные сумочки. Вот. Но они были тёмные. Мне кажется, на лето лучше брать что-то такое. А впереди лето коротенькие платья яркие, в горошек, в цветочек. И под них будет просто идеально. Удивительный момент. Сегодня я встретила так много своих подписчиц. Так много. Никогда в жизни такого не было. Наверное, я давно по молам не ходила. И вообще, когда я с парнем, почему-то никто ко мне не подходит. А когда я с девчонками или одна, очень много людей ко мне подходит. И мне безумно приятно. Особенно мне так понравилась девочка, которая подошла ко мне в Макдональдсе. С такими красными волосами. То есть, у неё такая интересная прическа была. Кончики волос были ярко-красного цвета. И это безумно просто шло. Если ты меня смотришь, ты просто красотка. Мне настолько понравился её образ. Она такая естественная. Видно, что на лице не грамма косметики. Такая классная. Мне понравилась. Вот. А так все мои красавицы. Я вас очень сильно люблю. Мне приятно, что вы подходите ко мне. Надо почаще выбираться из дома. Но скоро я не смогу выбираться из дома. Поэтому у меня контента не так много. Потому что после 23 числа я не смогу выходить в молы, в рестораны и так далее. У нас вроде как объявили, что все ограничения, связанные с коронавирусом, у нас уже проходят. Как сказать правильно? Ну, в общем. Не будет этих всех ограничений. Но третью дозу ты обязательно должен сделать. Тогда смысл говорить, что ограничений больше нет. В общем, вы можете делать свадьбы со тысячами человек. Пересекать границу без QR-кода, без ПЦР-теста и так далее. Но внутри страны, опять же, эти ограничения не остаются. И я надеюсь, что в скором времени этого всего не будет. Но на всякий случай я хочу посетить все места, все молы до того, как у меня закончится время второй вакцинации. Вот, поэтому я много времени провожу с подружками, с парнем, куда-то хожу и мало снимаю контента. Но зато я могу снимать для вас влоги. Если вы хотите, буду снимать. Красавец Рыжик. Как он нравится мне. Как он нравится маме. Он такой огромный, жирненький. У него такие бубенчики прикольные. Сейчас вам покажу. В общем, красавец. Вот димусь, дотки не могу. Вот димусь, дотки не могу. Как я зашла, он сразу такой... Соскучился, малыш мой. Когда дома никого нет, он вообще очень сильно скучает. Вообще очень ласковый. Сладость мамина. Пришла домой, теперь могу опять разглядывать свою сумочку. Здесь очень-очень тяжелый ремешок. Прям супер тяжелый. Вот. Очень приятная на ощупь сумочка. Мне очень нравится. Вот так вот открывается. Это турецкий бренд. Супер просто. Это, кстати, самая дорогая сумка в моей коллекции. Так, обновки вешаем в шкаф. Я искренне надеюсь, что шкаф у меня резиновый. Ну, прелесть. Как это можно было не купить? И переодеваюсь в домашнюю одежду. Я сегодня, кстати, собираюсь сделать заказ Шейн. И вот хочу вам показать то, что могу посоветовать. Купила себе две вот такие упаковки резинок. И вот вторая всего, что осталось у меня. Очень крутые резиночки. Сейчас как раз с этой резиночкой заколю волосы. Я решила заказать еще. Здесь в упаковке, по-моему, 100 штук или 300. В общем, очень много резинок. Я вообще не запаривалась, куда я делала резинку. Порвалась она, потеряла. Просто каждый раз брала новую. И стоит такая упаковочка, по-моему, 2 доллара. Ну, в общем, копейки абсолютно. Советую вам сразу взять, например, две упаковочки и пользоваться. И не думать о том, где резинки. Вот. Я как раз сейчас хочу заказать. И кое-какие наклейки хочу для ногтей заказать. Там вообще они очень дешево стоят. Прям копейки. И, в общем, мелкие вещи есть. Кое-что надо заказать. Если хотите, могу вам распаковочку тоже снять. Обязательно. Они очень удобные. Когда я делаю себе тугой хвостик, я беру две резинки. Получается вообще классно. Волосы держит отлично. Несмотря на то, что у меня достаточно густые волосы. Вот так вот. Как-то мне кто-то сказал, что у тебя, Айка, не густые волосы. Ну, не знаю. Смотря с чем сравнивать. Вот такой вот у меня хвост. На мой взгляд, нормально. Гуще этого я бы не хотела. А вечером я, конечно же, болтаю по телефону с подружкой. Параллельно рисую бумажные сюрпризы для нового видео. А реально вообще этот стол упростил мою задачу. Очень удобно сидеть за этим огромным столом. Болтать с подругой по телефону. Мы каждый вечер хотя бы час, час с половиной болтаем. Без этого не обходится ни один мой день. Вот делимся впечатлениями, какими-то новостями и так далее. В общем, буду завершать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока!